Маленький зал музея студенты-архитекторы превратили в настоящий бумажный город. Проекты, здания и сооружения, даже целые микрорайоны. Результат ювелирной работы будущих архитекторов – виртуальный город, город будущего. Хотелось бы, чтобы вы просмотрели, проанализировали. Эта выставка – это итог работ, которые были проведены за год на нашей кафедре. Эта выставка – показатель того, чего мы достигли за прошедший год. Среди участников выставки – Артем Лупашко, студент пятого курса. Он уверен, в своей профессии не ошибся. Сегодня на полезное и востребованное. К тому же, дело свое Артем, безусловно, любит. Самым интересным в своей работе считает создание дизайна интерьера. Здесь важно не только быть архитектором, но и тонким психологом. Сначала мы проводим беседу с заказчиком, анкетирование полное. Мы выясняем все его привычки, весь процесс его жизнедеятельности. Во сколько он стоит утром, во сколько он приходит домой, что он делает, какое у него хобби. То есть полностью мы узнаем все о клиенте своем, чтобы понять, каким наилучшим будет для него вариантом его помещение для жизни. Также в род деятельности студента входит проектирование зданий и целых районов. Для выставки Артем предоставил проект микрорайона на 10 тысяч жителей. Его задумка примечательна тем, что выстроены по принципу золотого сечения. Я хотел внедрить в саму планировку микрорайона принцип золотого сечения, который присутствует во всех, можно сказать, живых организмах. Это принцип, позинственный из самой природы. Чтобы жители, которые будут проживать в микрорайоне, могли чувствовать себя комфортно. И у них было вблизи, вблизи них было все необходимые помещения и инфраструктура. В новаторстве и креативности не уступают студентам и преподаватели. Отдельный зал вместил в себя работы преподавателя кафедры архитектуры Бориса Филимонова. Здесь живописные работы и, конечно, своего рода детище архитектора. Мемориал памяти и скорби, знаменитая арка и стадион. К слову, авторство многих сооружений Бендера принадлежит именно ему. А сегодня Борис Алексеевич своим опытом делится со студентами. Каждый процесс имеет свои положительные стороны. Потому что, когда сам творишь живописные произведения, это ты сам по себе. Когда выполняешь работу как архитектор, это знаешь, что оно надолго будет стоять на земле Приднестровья. А когда учишь студентов, передаешь опыт и учишь их тому, что сам умеешь и чем-то учишься у них. Потому что зачастую они интересные идеи их наталкивают на какие-то тоже решения интересные. Поэтому все три поля деятельности интересны по-своему. Ознакомиться с выставкой, а заодно и заглянуть в будущее архитектуры может любой желающий. Выставка станет предметом изучения для профессионалов и любопытным открытием для обывателей.